Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Марсианский вертолет, изобретательность Ingeniti, совершил на Красной планете третий полет. На этот раз в полетную программу было включено довольно значительное горизонтальное перемещение над поверхностью, и дрон успешно справился с поставленной задачей, преодолев в общей сложности 100 метров и развив при этом скорость около 2 метров в секунду. Фотография вертолета, сделанная с марсохода во время третьего полета, NASA, третий полет вошел в учебники истории, написали в твиттер сотрудники лаборатории реактивного движения NASA, JPL. Наш марсианский вертолет продолжает устанавливать рекорды, летая все быстрее и дальше. Космический вертолет демонстрирует критически важные возможности, которые могут открыть воздушное измерение для будущих миссий на Марс и за его пределы. Прошедший вчера, 25 апреля, полет 1,8 кг дрона, изобретательность Ingeniti, был значительно сложнее, чем два предыдущих, которые состоялись 19 апреля и 22 апреля соответственно. Во время своего исторического 39-секундного дебютного, прыжка, первого управляемого полета винтокрылой машины за пределами земли, БПЛА на солнечных батареях поднимался и опускался стационарно на высоту лишь 3 метра. Во время второго полета он достиг высоты в 5 метров, он продолжался уже 52 секунды, причем аппарат перемещался из стороны в сторону в общей сложности на 4 метра фотография вертолета, сделанная с марсохода во время третьего полета. NSA, для третьего полета мы нацеливаемся на ту же высоту, но также собираемся немного увеличить нашу максимальную скорость полета с 0,5 метра в секунду до 2 метров в секунду, чтобы отправить аппарат на 50 метров к северу и вернуть его на посадку на поле братьев Райт, написал в своем блоге накануне полета главный пилот изобретательности «Хавард Грипп» из JPL. Команда назвала зону полета вертолета в честь пионеров авиации Уилбера и Орвилла Райтов. Мы планируем общее время полета около 80 секунд и общее расстояние в 100 метров. Фото, сделанное навигационной камерой вертолета во время третьего полета NASA, 25 апреля в 17 часов 15 минут по московскому времени в Центр управления полетами в JPL начали поступать данные, подтверждающие, что «изобретательность» успешно выполнил всю последовательность команд. Связь с дроном осуществляется через марсоход «Настойчивость» «Персеверанос», который выполняет ключевую роль поддержки и наблюдения за вертолетом. Первое цветное фото, сделанное «изобретательностью» NASA, перед третьим полетом JPL опубликовал два первых цветных изображения марсианской поверхности, сделанных «изобретательностью» с воздуха во время второго полета. В отличие от нижней навигационной камеры, разрешение этих снимков намного выше. На них, помимо собственно марсианской поверхности, видны следы марсохода. Второе цветное фото, сделанное «изобретательностью» NASA, ровер «Настойчивость» «Персеверанос», размером с автомобиль приземлился внутри кратера езера диаметром 45 километров 18 февраля, тогда вертолет массой 1,8 килограмма еще был прочно закреплен на днище марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха «Настойчивость» развернул «изобретательность», довел заряд батарей вертолета до 100%, выгрузил его на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолета, питаемого от солнечных батарей. До этого момента дрон питался от марсохода, а теперь получает энергию исключительно от Солнца, она требуется не только для полетов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночевок, температура опускается до 90С.